Всем привет! Сегодня прогноз на апрель. Алгоритм событий этого месяца. Просмотрим две сферы отдельно, личную и финансовую. Итак, вначале посмотрим, что у нас на личном фронте, какие энергии в данный момент. И затем уже будем смотреть конкретно на апрель. Личная сфера. Что сегодня в вашей личной сфере происходит? Так, отчаяние, переживания, несбывшиеся надежды, какие-то потери, слезы, огорчения. Период невезения может быть, непонимание, как исправить ситуацию. Здесь как будто бы потеряно было ваше доверие. Вы потеряли друга. Пятерка кубков и шестерка кубков. Видите, эмоции. И десятка жезлов, тяжесть такая на душе. Потеря доверия. Потеря дружеских связей. Раненое сердце, конечно же, да? Раненое сердце. Что здесь произошло? А здесь конец произошел. С чем-то вы вынуждены были проститься, принять обстоятельства. Но вы знаете, я хочу вам сказать, что вы просто сейчас очень многого не знаете. Двойка мечей, ваши глаза закрыты. Вам почему-то кажется сейчас, что вы проиграли. Что жизнь к вам несправедлива. То есть вы считаете себя жертвой обстоятельств. Но я бы сказала, что это совершенно необоснованное восприятие себя. Для этого нет никаких предпосылок. У вас семерка жезлов, карта, да, выходит. Это карта победы. Это карта, собственно говоря, человека, который, несмотря ни на что, зажигает жезл. То есть продолжает движение. Карта смерть говорит о том, что все ваши раны очень скоро затянутся. Это карта трансформации. Когда человек, как птица феникс, воскресает из пепла. Вот, да, вас ранили. Да, это было некрасиво, неприятно. Как-то грязно. Ну, вам-то казалось, что очень много грязи как-то на вас вылилось, да. Но я не устаю повторять китайскую народную мудрость, что бриллиант, упавший в грязь, останется бриллиантом. Да? То есть, если ваша суть, ваша правда является верной, правильной, если ваша позиция является твёрдой, вы всегда выйдете на свой путь из любых обстоятельств. Давайте посмотрим, что здесь ещё нам карты расскажут. Ну, то, о чём, собственно говоря, я только что и сказала, да. Карта суд – полная перезагрузка вашей жизни, уход от какой-то конкуренции, от бесконечных выяснений отношений, возможно, у кого-то таковые были. Конкуренция, да, вот вся грязь, опять же, связана именно с конкуренцией, с моментом соревнования. Кто-то кому-то что-то хотел доказать, кто-то пытался какую-то правду обнародовать. Здесь как будто бы были подозрения, что кто-то кого-то обманывает, да. И как-то на вас всё это вылилось, ну, как будто бы вас посчитали крайним в этой ситуации, да. В один момент… В один момент здесь всё как бы меняется, как бы против вас обстоятельства оборачиваются. Всё настолько резко и быстро произошло, что вы сейчас не понимаете, что же произошло. Вы не владеете сутью происходящего. Но не это главное. Главное, что вы трансформировались, да, карта смерти и карта суд. То есть трансформация уже завершена, потому что суд — это обновление. Это когда человек смотрит назад со спокойным сердцем. Когда вас та грязь не коснулась, и вы это поняли, вы это осознали уже. Вы поняли, что жизнь продолжается. Вот внутреннее успокоение, да, уже настало, и разум ваш светел, чист, трезв, трезв в понимании сути происходящего, понимании причин, причинно-следственных связей. Вы многого не знаете, но всё-таки понимаете, да, что там ни один человек был замешан, да. Здесь четвёрочка жезлов, и в данной колоде карта имеет довольно интересное значение. Она говорит именно о моменте соревнования, нечестной конкуренции, нечестных игр каких-то, когда между людьми идут какие-то бои, враждебность. Каждый отстаивает свою правду, пытается защищать свои позиции. Ну-ка, что тут ещё было? Ну, здесь была глубокая рана человека, которого вы хорошо знали, пятёрка, вернее, шестёрка Пентакли. Человек, который как будто бы показал вам, что ресурсность на его стороне, вот подчеркнули лишний раз своё превосходство. У кого-то чрезмерно завышена самооценка или планка по жизни, вот прям завышена. Человек считает себя, ну, звездой, да, пупом Земли. В то время, как звезда-то вы. То есть судьба благоволит вам почему-то, но, видимо, вы это заслужили. И здесь именно удар был нанесён по этой причине, потому что судьба благоволит вам. Это зависть, это просто банальная зависть. Карта правосудия, да, хотели установить свою какую-то правду, свою справедливость. Почему люди делают друг другу больно часто? Потому что у каждого своя правда. И, что интересно, всё же логически обосновано всегда. Послушаешь эти аргументы, понимаешь, что это полный дебилизм, да, неадекват, но это настолько всё логически обосновано, что даже не находишься сразу, что ответить, да, чем аргументировать это. Здесь такая была правда. Здесь вот как-то вы прям, знаете, ну, на фоне этих людей или этого человека оказались прям, ну, таким грешником из грешников. Такие святые вокруг вас собрались, и верующие. Кстати говоря, вот по этой карте, по правосудию, часто проходят люди, которые любят поститься, которые ходят в церковь, там, я не знаю, молятся. Соблюдают все эти каноны. То есть вы на фоне всего этого выглядели как грешница или грешник. Вот так. Как-то вам показали, что ваша природа человеческая ничтожна. Это унижение. Это моральное унижение, действительно. А что здесь вообще произошло? Вмешательство какой-то финансовой ситуации. Здесь придумали, как свести на нет ваши отношения. По карте умеренность. Свести к нулю. В пустоту отношения. И здесь что-то идет финансовое. Двойка пентаклей. Это может быть соглашение какой-то договоренности, сделки. Да, что-то подписано, возможно, было, да, закреплено на бумаге именно. Очень жесткое отсечение вас по карте Туз Мечей. Жесткое отсечение. И довольны, радуются, да, радуются, видите как. Тройка кубков. Поднимали бокалы за за результат. Да, отмечали результат своей подлости. Чего хотели достичь? Ну, вы знаете, чего хотели, того не достигли. Здесь карты даже отказываются показывать, чего хотели. Сразу говорят о том, что ваша жизнь по девятке пентаклей стабильна. Она идет в рост. Или же очень скоро рост начнется. И в финансовом плане, и в личном плане. Это карта самодостаточности, да, девятка пентаклей, когда человек получает какой-то ресурс, и он развивает этот ресурс. Да, у вас была пауза в жизни. Четверка мечей. Остановка. Вы должны были просто отдохнуть, накопить энергии, восстановиться внутренне после пережитого. И очень скоро возьмете жезл в свои руки, то есть ситуацию в свои руки. И оставите позади всех этих недоброжелателей, этих, знаете, интриганов, да, любителей вмешаться в чужую жизнь, какую-то свою правду внедрить. Но тут такие, знаете, товарищи, умеющие, умеющие красиво говорить. Такие прописные истины глаголят. Но я же говорю, верующие. Прям, ну, невозможно смотреть. Это такое лицемерие. Смотрят в глаза, говорят тебе красивые фразы и вообще не моргнут, да, не дрогнет. ничего внутри них. Такие вот коварные люди. А потому что они одержимы дьяволом. Деньги, видите? Шестерка жезлов и туз пентаклей. Это же деньги. Это победа ради денег. И опять же рыцарь пентаклей. Две пентакли в их карт. Карты. То есть это это расчет, это стратегия, рыцарь пентаклей. Там, где деньги, там же все упирается только в них. Там все рассматривается с позиции финансовых аспектов. Всегда. не дай бог свою привычную нишу потерять, высокодоходную, да. очень боялись. Или боялись, что вы перехватите эту нишу финансовую. Чего боялись-то? Чего так вас испугались? Вас испугались реально, потому что вы принесли бы какой-то хаос, они считают, в то пространство, которое они создали сами. Они вас видят человеком деятельным, женщиной такой целеустремленной, понимающей, чего она хочет, грамотной. Вы королева жезлов в их понимании, да. Вы, если поставите цель, вы же свой жезл найдете, где и как применить, да. они почему-то считают, что вы их обманываете. Ну, считают, почему так? Потому что сами, собственно говоря, этим и занимаются. Да. Мы видим других людей через призму собственного внутреннего мира. И мы проецируем в этот мир только то, что внутри нас. Если мы критикуем других, мы говорим о себе. Если мы предъявляем другому человеку какие-то обвинения в чем-то, да, в чем-то его подозреваем, какую-то правду навязываем свою. Это значит, что это живет внутри нас. Когда человек проецирует негатив на кого-то, пытаясь указать на чужие ошибки, он говорит всегда о себе. И вот глаголя вам прописные истины, эти люди как раз говорили о себе, о том, что именно им самим не хватает вот этой нравственности, этой сдержанности, нравственного поведения какого-то, да. Вам эти рамки нравственные не нужны, которые они вам надиктовывали. Вы и так человек по умеренности, да, вы можете контролировать свои желания. За рамки дозволенного вы не пойдете. У вас есть принципы свои, которые всегда вас остановят, да. Вы знаете ту самую свою красную черту, за которую никогда не переступите. Но поскольку здесь финансовый аспект, поэтому сделали так, чтобы выставить вас в самом невыгодном свете. Посмеялись над вашей какой-то позицией, над вашим мнением, над вашей правдой, просто над вами как над человеком. Но восприятие этих людей, конечно, другая. Они не понимают вашей энергии. Вот как вы так живете? Вы жезловая, да. Чего вы не захотите, у вас всё получается. К чему вы не приложите свой жезл, всё это реализуется. Именно так, как вы хотите. Они привыкли жить более прагматично. Эти люди имеют тыл в жизни. За счёт партнёрского союза, да, карта влюблённые, за счёт партнёрских союзов каких-то, и король мечей здесь же, они реализуют свои желания, свои цели. Идут к вершинам успеха и к большим заработкам. И в общем-то, тот путь, на котором они находятся, это путь борьбы ненависти, злорадства, зависти. То есть, они сами утонули в этих энергиях. И когда они посмотрели, что вы как-то живёте совершенно в другом мире, вокруг вас нет столько негатива, но при этом у вас всё, что вам необходимо в жизни, есть, вот решили, собственно говоря, отобрать у вас что-то, да, выбросить вас из вашей привычной ниши, из вашей колеи. Что для вас это в итоге принесёт, вот что в итоге это принесёт для вас? Новые перспективы, видите, новые ресурсы. У вас будет медленное, но верное продвижение к результату. Три карты замечательные выходят, десятка пентаклей, восьмёрка пентаклей, и паш кубков, паш это медленное продвижение, небольшие шаги, небольшие успехи, да, поэтапность, пошаговое такое движение вперёд. Не сразу вы достигнете больших успехов, не сразу к вам вернётся ваша сила и ваша ресурсность, но она к вам вернётся и вернётся в двойном размере, две пентакливые карты здесь, через ваш труд вернётся, восьмёрка пентаклей, она работает, да, она трудится в поте лица, чтобы эти пентакли получить, но вы получите эти пентакли, у вас будет финансовая независимость, и вы сделаете себе перспективу в жизни, вы себе ресурсы откроете, то есть эта ситуация на самом деле станет для вас стимулом к какому-то личностному росту, к реализации чего-то возможно, да, и вот вы поэтапно к этому будете приступать, я так понимаю, что в апреле уже это будет, ну давайте смотреть, что там в апреле уже будет происходить, а здесь будете уже как королевы мечей принимать решение, потому что близится начало какое-то большого проекта вашего, судьбоносного проекта, вы будете продумывать стратегию, да, либо траекторию своего движения, он думает, четверочка кубков, он размышляет, у него книги вокруг, да, библиотека, это же какой-то расчет, это какое-то планирование, вы как стратег будете в этом месяце, планировать собственную жизнь, знаете, как по карте мир, вот, чтобы выйти в гармонию, вы понимаете, что вам нужно будет что-то отсечь, королева мечей, это та, которая легко отсекает, да, которая понимает, кто ей нужен, кто не нужен, то есть вы будете освобождать пространство для новой жизни, начинаете планировать что-то, продумывать, какой-то будете составлять план действий может быть на будущее, новый этап какой-то грядет, да, по карте мир, новый этап, новый цикл вашей жизни, сама по себе карта мир, это карта судьбоносная, карта свершений судьбы, когда человек получает что-то наконец, да, вы работали, вы трудились, вы вложили массу энергии, сил, и теперь вы выходите на какую-то новую финишную прямую, это уже финишная прямая именно, подчеркиваю, потому что карта мир это уже итог, это гармония, это приход к результату конкретному, да, но в обновленном формате, когда вы перезагрузились уже, да, вы трансформировались, и вы для себя рассматриваете новую жизнь, новые перспективы, без сожаления, отсекая всех и все то, что вам когда-то мешало, вот апрель будет таким у вас уже, да, кого-то вы уже и в апреле будете так на место ставить, ну, делайте это только тактично, да, делайте это только тактично, чтобы никого не обижать, просто дайте понять, что есть люди, которым с вами не по пути, так вы очистите свои энергии от лишнего мусора, потому что притягиваете вы очень много мусора, такой момент у вас есть, видите как, вы же человек такой по десятке кубков, знаете ли, располагаете к себе, да, вы улыбаетесь, вы умеете поддержать беседу с людьми, но притягиваете всех подряд как-то так, а вот в апреле будете уже через фильтр пропускать, уже будете как-то думать, продумывать, да, а хочу ли я продолжать общение с этим человеком, да, или хочу ли я начинать какие-то дела с этим человеком, или с этими людьми, что в апреле еще вас ждет, но какая-то дверь давняя у вас есть, закрытая, может быть, это какие-то желания, которые были подавлены, да, потому что не было возможности для их реализации, либо же это какая-то преграда, давняя проблема, которая не разрешена до сих пор, то есть, эта дверь, она остается почему-то закрытой, в апреле будет, возникнет необходимость открыть эту дверь, потому что у нас, видите, карта нулевой аркан, старший аркан, дурак, пора открыть эту дверь, по карте дурак, да, обнуление, то есть, смотрите, освобождение ваших энергий идет от прежнего мусора, от тех преград, которые мешали когда-то открыть эту дверь, то есть, как бы, пространство уже чистое, да, и можно будет начинать какое-то большое дело, и дело будет начато вами большой император, карта император, большой проект, крупное какое-то начинание, серьезный какой-то переход куда-то, то есть, та дверь, которая почему-то была закрыта, она открывается, и вы знаете, как-то сразу же, мгновенно вы видите результат, и кто-то реально здесь, знаете, опешит от того, что вы увидите, вы может быть когда-то рассчитывали, что это будет большой результат, да, но когда дверь закрылась, как-то забыли, перестали видеть в этом перспективность, и в итоге открывается дверь, и вы, оп, вот это перспективка, да, и что же я раньше не рассматривала этот момент, что-то такое здесь у нас идет, ну, вы верховная жрица будете весь месяц, знаете, жизнь, конечно, вас научила, да, она сделала вас верховной жрицей, вот эта ситуация, где там у вас была конкуренция болезненная, откуда вас там пытались убрать самым подлым способом, это сделало вас человеком мудрым, сильным, укрепило ваши позиции какие-то, вы укрепились в своей правде, или же вы как-то, знаете, отпочковались от определенных энергий, как-то вы раньше жили в смеси энергий, там были и хорошие люди в вашем окружении, да, в том социуме, где вы постоянно взаимодействовали, постоянно находились, там были и негативные энергии, и как-то вы так не понимали, кто есть кто, да, вот такая вот энергетическая каша какая-то была в вашей голове, и только прошлое расставило все акценты, вы увидели все лица в их истинном виде, да, то есть вы для себя как бы расставили, или же даже в апреле кто-то будет этим заниматься, в вашей голове как будто бы идет перестановка акцентов, да, вы меняете свое отношение к окружению, к определенным ситуациям, ко всему тому, что связывало вам когда-то руки, оглядываясь в прошлое, вы понимаете, насколько там все было для вас бесперспективно, вот в апреле вы как-то прям это четко увидите, то есть до этого видимо вы сожалели, вам было неприятно, больно, обидно, какая-то досадная потеря это была для вас, да, ну то есть знаете, когда получается так, что мы что-то теряем, начинаем себя обвинять, да, вот если бы я поступила иначе, где-то промолчала там, да, что-то уступила где-то, может быть все было бы по-другому, нет, не было бы по-другому, потому что вы человек принципиальный, вы человек верховная жрица, имеющий свою точку зрения на все, у вас своя правда, у вас другие энергии, поэтому в том социуме вы бы все равно не нашли общий язык, вы не прижились бы там, не пришлись ко двору, как говорится, что еще у нас в апреле будет происходить, исполнится какое-то желание, ну да, здесь будет ситуация способствовать исполнению ваших желаний, вот как ни странно, идёт да, расклад, конечно, сложный морально, видите, противостояние какое, башня, девятка кубков и колесо фортуны, вот после башни как вы как вы встали на ноги вообще, я не знаю, или же вы встанете на ноги, это будет шок для всех, для всех ваших врагов, потому что они хотели вам одиночества, они хотели вам страдания, чтобы вы как, знаете, отшельник по жизни бродили в поисках своего счастья и желательно до конца своих дней бродили, так и не нашли ничего для себя хорошего, да, то есть такую башню сделали, судьбу фактически перевернули, то есть не подозревая даже о том, что устроили вам башню, не подозревая о том, что выведут вас на путь исполнения желаний, что изменят вашу судьбу к лучшему, вот так, можете себе представить? То есть такие они логики по жизни, такие интеллектуалы, но ни один из них не настолько прозорлив, чтобы просчитать вот этот момент, что разрушая что-то, они человеку делают такую услугу, направляют его на путь собственного счастья и исполнения его желаний. Хотели одиночества, в итоге подарили вам сами того не желая путёвку в новую жизнь, более успешную и более удачную. Вот так, друзья мои. Ну, не факт, конечно, что прям в апреле вы это почувствуете, но как бы уже к этому всё идёт, видите как. то есть в апреле уже у вас ощущение такое позитивное, понимание того, что жизнь на прошлом не закончилась и что все эти сволочи, которые были в вашей судьбе, они, собственно говоря, вам не помешали жить дальше, не помешали вашему продвижению по жизни, не помешали вашей правде. Вы остались всё-таки при своём мнении и слава Богу, потому что жизнь-то ведь как она поворачивается к вам лицом. Девятка кубков и колесо фортуны, поворот колеса судьбы в вашу сторону. Вам Вселенная благоволит, потому что вы уловили вот этот шанс, словили его. Не каждый это может сделать. Когда башня возникает в нашей жизни, мы часто отчаиваемся, мы пытаемся судорожно возвращаться в прошлое, цепляться за это. И некоторые ломаются, унижаются. Возьмите нас туда, да, я хочу туда, но только не вы. Здесь человек, который, я не могу сказать, что вы сильная личность, вы достаточно такой человек хрупкий по жизни, вас легко обидеть, ранить, вы эмоционально открытые, но судьба вам благоволит именно потому, что вы сердцем чисты. Вы как-то по жизни никому не завидуете, стараетесь, по крайней мере. Вы ведете какую-то свою размеренную жизнь и имеете свою правду. Кому-то она нравится, кому-то не нравится. Но она у вас есть, это ваша позиция жизненная. И это вас спасает по жизни. Может у вас башня была не первая уже далеко не единственная. Скорее всего и так. Но вы такой человек, который умеет себя поднять с колен, жить на позитиве. Долго вы не висите в подвешенном состоянии. Вы начинаете двигаться, что-то делать и понимаете со временем, что выходите на какой-то новый уровень жизни. Что еще в апреле будет? Ну что, первые звоночки удачи будут. Ресурс будет достигнут, цель будет достигнута. Король Пентакли это ресурс, который вы запускаете в работу. Это то самое дело, которое вы будете реализовывать, осуществлять, чем будете заниматься. И оно обречено на успех. То есть первые звоночки успеха вы уже почувствуете. Причем по карте солнца я бы сказала, что это даже не звоночек, это такой достаточно ощутимый успех. То есть результат какого-то вашего дела будет уже виден в апреле. И вы поймете, что вы на правильном пути. Да, по карте сила нужно будет проявить силу воли, твердость характера, но быть уверенным в себе, быть уверенным в результативности, где-то себя мобилизовать внутренне, заставить, не хочется, но заставить это сделать, довести это дело до результата. И тогда получится все, все сложится. Поэтому месяц для вас будет довольно-таки плодотворным, наполненным очень энергетически. Будем сейчас смотреть сферу финансов. Что у вас на работе? В каком состоянии находится ваш финансовый поток? волк? Итак, что в работе? В работе вы одинокий волк. У вас нет поддержки, нет помощи. Вы зарабатываете сами, вы тянете на себе вот этот груз, когда человек обеспечивает сам себе твердую почву. Ну, скажем так, у вас будет какой-то уход. Вы стоите сейчас на пороге прощания с чем-то. Восьмерка кубков, карта вынужденного ухода. оттуда оттуда, где вам было хорошо, в общем-то. Двойка кубков это отношения в коллективе довольно-таки неплохие. Но опять же, да, как сказать, ведь вы там одиноки, вы как будто бы не пришлись ко двору. Даже если вы много лет проработали в одной организации и хорошо знаете коллектив, да, вас уважали, да, вас ценили как работника, как специалиста грамотного. Но вы одиноки. Дело в том, что отшельник часто говорит о какой-то своей позиции внутренней. Вот через эту позицию вы как будто чужак в этом коллективе. Вы не согласны во многом были с тем, что вам предлагают, с той моделью рабочего процесса, который вам предлагался. А люди относились к вам достаточно неплохо. ну и чтобы оставаться на этом месте вы конечно подавляли в себе вот это желание выразить свое несогласие с чем-то с происходящим вокруг вас. А почему вынужденный уход? Давайте посмотрим. Почему будем? А потому что обстоятельства видите как обстоятельства сжимают вас как будто в кольцо все теснее. Что-то вдруг начало происходить. Меняется обстановка в рабочем коллективе на том месте, где вы зарабатываете деньги. А что-то внедряется внезапно неприятность какая-то непонятность, неясность, туманность, бесцеремонность какая-то как вторжение, смена руководства может быть, которое диктует свои какие-то правила, навязывает что-то, что-то внедряет то, с чем вы не согласны. Вы боретесь с этой ситуацией, пытаясь остаться на этом месте рабочим. Вы понимаете, что есть риск потерять работу, но своим принципом вы изменять не будете, вы не сможете изменить себе своим понятием, своим привычкам. И поэтому вы там не останетесь. Видите, идет карта ухода. В апреле уже будет понятно, кто-то уйдет уже в апреле, уволится, а с кем-то будет вопрос решаться такой об увольнении. По сути к этому все идет. Другого варианта нет, вы же маг, вы никогда не примете то, что вам принесут, вот этот креатив, но он совершенно неадекватен. Вы не понимаете этих инноваций, которые вводятся. Вам это трудно принять. И поэтому, конечно, вам работать будет сложно в этом, в этих энергиях новых. Но вы не переживайте, вы ресурсный человек, видите, королева Пентаклей. Это всегда личность, которая найдет какие-то варианты для себя и очень скоро, после ухода, очень скоро по рыцарю жезлов, у вас будет какое-то предложение от короля мечей. Это мужчина, может быть, либо человек, обладающий мужскими энергиями, может быть, и женщина, но мечевые энергии, человек-интеллектуал, человек-руководитель какого-то подразделения или какой-то организации, человек-заточенный на результат, серьезный, занятой человек, заинтересуется вашим потенциалом каким-то ресурсным, вашими знаниями, вашими умениями, навыками, вашим профессионализмом, да, так что ожидайте, здесь вот как бы сразу же после ухода будет весьма привлекательное предложение у вас. В апреле это будет? Именно в апреле уже? Ну, расклад общий сказать трудно, да, для кого-то в апреле, конечно, а для кого-то все-таки попозже, потому что еще пока вы не готовы к этому, да, все-таки уход для вас ударом будет. Хоть это и предсказуемо, хоть это и ожидаемо, но тем не менее это для вас неприятная ситуация. Некрасиво как-то ведут себя, некрасивый уход какой-то вас ждет. Понимаете как? Уйти хочется красиво, но не всегда получается. Как-то хотят, чтобы некрасиво вы ушли. или же по десятке мечей готовят что-то, какой-то цикл преград вам, чтобы вас вытолкнуть, выжить из этого, из коллектива, да, из вашего привычного вот этого пространства. То есть сделать, нанести вам удар, чтобы вы ушли, склоня голову. Ну, такое руководство, сплошь и рядом сейчас. Вот нет бы человека вызвать, да, к себе сказать, вы знаете, ну, не нуждаемся мы в ваших услугах. Все, да, корректно, нравственно, тактично, культурно, и человек не очень ранен, в общем-то, да, и как-то вроде бы и с позиции руководства это звучит правильно, грамотно. Но нет, здесь же все сложно, понимаете, надо же человека ранить, надо же его унизить, чтобы он потом еще просился назад, здесь именно идет моральное унижение. Вот через эту карту десятка мечей идет моральное унижение, поэтому смотрите, здесь проще уйти самому или самой уйти, потому что карта умеренность говорит о том, что это переливание из пустого в порожнее, то есть перспектив каких-то для себя на этом месте вы не увидите уже. Когда-то они, может быть, были, хотя, опять же, да, вот были ли, вы были одиноки всегда в той обстановке среди того коллектива или в партнерском союзе в каком-то, с кем вы там работали, вы были одиноки, у вас все равно было свое мнение, вы понимали, что вы не согласны с тем, что вам предлагалось, но то, что предлагается сейчас, это уже прям откровенная такая наглость, хамство, я не знаю, что здесь, здесь вот прям выталкивают вас куда-то в сторону, может быть, кого-то хотят на ваше место, потому что ну такая наглость, вот прям показывают, что вы никто, а они вот все, да, как-то так здесь идет, будьте, как бы предупреждены, да, будьте осторожны, потому что бьют по самому больному, по внутренней, по внутренней вашей уверенности в себе, по вашему стержню внутреннему, чтобы вас сломать, сломить, заставить, служить этой системе, может быть, вы слишком принципиальны, как-то ведете себя довольно-таки принципиально, да, вы противостоите этой системе открыто, да, и поэтому смотрят на вас, видят, что вы характер проявляете, да, показываете свой протест, и как бы хотят сломить вас, то есть здесь нет, может быть, цели вас убрать, но цель другая, подчинить, заставить вас молчать и принимать молча то, что вам предлагается, навязывается даже, я бы сказала. Так что такая ситуация, да, непростая, и как я вижу, здесь перспектив особо не будет для вас, то есть оно, оно не нормализуется, сейчас идет все к тому, чтобы подчинить, кто-то там руководит таким образом, что нужно людей ломать, подчинять. Руководство какое-то там такое, очень норовистое, да, потому что женщина руководит, видите, женщина ваш руководитель непосредственный, сидит такая на троне, жесткая, властная, ну такая, ну манипулятор, да, манипулятор, видите, карта дурак, и самое главное, четверка Пентакли, она может как открыть дверь, так и закрыть ее перед человеком, будьте аккуратны с ней, конфликтов она не переносит, если что-то не по ее, она просто человека убирает, причем морально бьет, вот унижает морально, ломает людей, вот такая дама. как отношения дальше у вас сложатся с ней? она даже не императрица, она император, видите, карта императора, мужская энергия, она за свой трон будет бороться всегда и во всех обстоятельствах, что бы ни было, то есть это ее цель, просто вот знаете, как-то человек держится за власть, просто не знаю, зубами, когтями, всем чем угодно, ради своих собственных интересов, поэтому, что могу сказать, вы ее не подвинете, вы своей правды ей не докажете, она вас не услышит, просто потому, что не считает нужным вообще слушать кого-либо, такая императрица с мужским началом, с острым мечом, которая не разговаривает, которая просто навязывает какие-то условия, диктует что-то, вот такая личность, с ней вообще найти общий язык невозможно, нет, Паш Мечей, она не сильная личность вообще-то, инфантильная достаточно, слабый человек, но она создает вокруг себя такую феерию силы, что ее боятся, и реально противостоять ей решится далеко не каждый, ваше положение в апреле на работе, ваше положение в апреле, какой, ой, удар, все-таки в апреле, видите, по девятке мечей удар, но вы как верховная жрица примете это достойно, я бы сказала так, здесь нанесут удар тогда, когда вы будете уже к этому готовы, ну, или практически готовы, подписывать что-то будете, идет подписание чего-то, какого-то документа, дьявол, все эти интриги против вас, вынуждение вас уйти, либо же сломаться, чтобы вы уступили, чтобы вы не настолько яростно проявляли себя, свой характер, свою позицию, выбросить вас в море жизни, цель как-то вот так, чтобы вы там побарахтались, а потом приползли назад, связать вам руки, руки будут связывать, создавать хаос, башня в итоге, видите, перспектив там нет, у кого-то в апреле уже идет башня, еще и тайные какие-то вещи, там будет скрытого очень много, вы крайнего не найдете, кто там что затеял, по луне это целая цепь, знаете, событий, которые скрыты от глаз, интриги, обман на обмане, обманом погоняют, так, в апреле что ждет, что ждет, новое что-то, в апреле же и что-то новое начинаете, продумываете какие-то варианты для себя, и начинаете что-то делать, видите, в апреле такой у вас будет момент, и уход, или же понимание того, что уход неизбежен, и одновременно, как бы, продумывание планов на будущее, начало действий, построение своей жизни, новой, тактика, стратегия, остановка, но и потом праздник, все-таки вы найдете выход из положения, найдете выход из положения, мудрый совет, какой-то получите, возможно, от друзей, тройка кубков, три человека, настроены по отношению к вам, дружественно, и как бы пауза идет, восьмерка мечей, то есть, дают совет, не спешить, да, вы возьмете паузу, для того, чтобы подумать, для того, чтобы как-то вот, чтобы страсти поутихли, я бы так сказала, да, повисите в подвешенном состоянии, но при своей правде, все равно остается вы императрица, но я так скажу, здесь будут пытаться вас уговорить, все-таки, да, как-то поступить со своей правдой, на какой-то момент, может быть, вы согласитесь, но не сможете, потом опять, вот, момент такой, нет, я не могу, я не могу, да, смириться с этим, я не могу переступить через свою позицию, через свой внутренний вот этот настрой, через свою правду, через себя я не могу переступить, через нравственные свои какие-то рамки, но боюсь, что здесь уход все-таки, уход, окончание, ну, или, по крайней мере, этот месяц покажет вам четко, что этот уход неизбежен, хорошо, после ухода, немножко посмотрим будущее, что вас ждет, что вас ждет, непростой период вас ждет, надо будет морально восстановиться, энергии свои, собрать воедино, эмоционировать будете, но ничего, будет у вас наставник, будет человек, который, 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 опять же, даст мудрый совет, мудрый совет, вы не останетесь в одиночестве, через какого-то человека у вас идет продолжение какое-то, но на другом пути, не там, в другом месте, где новое место, видите, Паш Пентакли, новый ресурс открывается, это новое должное, скорее всего, новое место работы, а по карте влюбленные, помощь человека, да, Ирафан, совет, наставничество, продвижение, вас, как претендента куда-то, ну, и по семярке кубков, это, это работа по душе здесь идет, ну, скажем так, работа, которая будет вас более или менее устраивать, отчаяться будете переживать из-за несправедливости, но вы королева жезлов, все-таки жезл вы в конце концов возьмете в свои руки, крепко так будете держать, и пойдете вперед, да, все будет зависеть от вас, королева жезлов, да, человек действий, когда все зависит от того, на что ты настроен, на что ты нацелен, что ты собираешься дальше делать, вот такой расклад, надеюсь, что информация была для вас полезной, всех благодарю за просмотр, за обратную связь, и надеюсь, что мы с вами встретимся в новых видео, всем пока, субтитры сделал DimaTorzok, молодец, субтитры сделал DimaTorzok,